Девушки отдыхают Они надеялись, что скоро окажутся здесь Я себе не мог представить, что я буду здесь Они целый год ждали нового сезона Мои дорогие, я участвую в третий сезон в этом проекте И дай бог всем вам прожить до сотого проекта И он наступил! Третий сезон проекта «Пающие города» Третий год подряд телеканал СТВ помогает большим талантам Из маленьких городов пробиваться на столичную сцену Обладательница спецприза от членов жюри проекта «Пающие города 2» Дарья Захара запомнила с телезрителем своей эмоциональностью и артистичностью Сразу стало понятно Мы нашли то, что искали На этот кастинг я пришла как-то вообще совершенно случайно Общение, новые какие-то эмоции Планы грандиозные Сильный, сильный, сильный мужчина Один из самых ярких номеров второго сезона проекта «Пающие города» Сильный мужчина Для многих он оказался пророческим После того, как я исполнила песню «Сильный мужчина» У меня появился зять Анастасия Макарени теперь не поп-певица, а будущая звезда шансона Меня заметил продюсер Андрей Гузель и певец-композитор Слава Ракитина А Тамара Ивановна мечтает принять участие в четвертом сезоне «Пающих городов» После «Пающих городов» коллектив рос и проснулся не только знаменитым, но и заслуженным То, к чему долго шли, наконец-то сбылось Можно сказать, «Пающие города» стали финальной точкой для того, чтобы это звание нам присудить Сегодня росы готовятся к съемкам клипа на новую песню Небо, небо, слышишь? Мне бы с ним быть ближе Хитмейкером для рос выступил телеканал СТВ А автором известный белорусский композитор Геннадий Маркевич Проект «Пающие города 2» получил гран-при на конкурсе «Телевершина» Представьте, мы правда за два года объехали 84 города Вот как говорится, а вам слабо? Поистине народным музыкальным шоу Не только по творческому, но и по географическому размаху 42 или 44 города объездили и думали, что это рекорд В этом году их уже 66, я боюсь представить, что будет в следующем году Телеканал СТВ готов сделать из народных талантов профессиональных артистов Педагоги по вокалу, композиторы, хореографы, продюсеры и стилисты Они сложат образ, настроят голос, научат двигаться и держаться на сцене Людей, которые взорвут нашу эстраду, оживят Судить участников будут знаменитые и авторитетные артисты Ждем новых впечатлений, новых потрясений Я безумно хотел оказаться на таком проекте Надежд и разочарований будет немало Ведь после предкастингов от каждой области осталось лишь попал сотни участников После выступления на кастинг-шоу останется всего шесть претендентов на финал Им предстоит много услышать в свой адрес Будут ли они к этому готовы? Ну-ка, удивитесь Это будут добрые советы и грубые замечания Если честно, я боюсь не петь на сцене, а больше боюсь вопросов жюри Это будет надежда и разочарование Я считаю, что именно такие конкурсы, как «Поющие города» помогают нам о себе заявить Это будет радость и злость Так, я не понял, зачем вы сюда пришли? Это будет ожидание чуда и первые шаги на большую сцену Для большинства белорусов, которые приезжают в нашу страну с запада Беларусь начинается именно с Бреста Здесь и солнце светит ярче, и люди улыбаются шире, и песни звучат громче Именно поэтому проект «Поющие города-3» стартует с Брестской области Первым будет трудно, но Бресту не привыкать Третий год подряд телеканал СТВ ищет таланты по всей Белоруссии 66 городов, тысячи участников и только один шанс на победу Из всех областей в полуфиналы проходят только 6 творческих единиц Дуэтов, коллективов, которыми займутся настоящие профессионалы Мы будем менять артистам имидж, ломать им голоса и заставлять их плакать И все это мы будем делать только для того, чтобы они понравились зрителям телеканала СТВ И все для того, чтобы узнать, какой город Беларуси самый поющий Защищать артистов от мнения «Жюри буду я» А слушать мнение участников «Жюри буду я» Юлия Александрова и Антон Мартыненко в самом народном шоу страны «Поющие города» Три Выбирать лучших из лучших, а также избавляться от слабых Будет бескомпромиссное «Жюри» Угрозы и слезы в их адрес не действуют А подкупить их, в отличие от ведущего, просто невозможно Итак, актер Андрей Карака Певица Инна Афанасьева Композитор Эдуард Ханок И самый главный человек в этой компании Продюсер, который, собственно, и будет принимать окончательное решение по Брестской области Святослав Позняк Итак, я жду первого участника на сцене А я жду первых комментариев Кастинг Брестской области начинается! Первый регион, первый номер, первый участник кастинг-шоу проекта «Поющие города» Юлия Еглейко На сцену «Поющих городов» Юля выйдет немного охрипше, но постарается не выдавать свою проблему членам жюри Для меня есть обида только на себя, что я когда-то себя не досмотрела, заболела Юлию Еглейко смело можно назвать сладкой девушкой Она увлекается выпечкой и знает, чем капкейки отличаются от маффинов Здравствуйте! Юлия, добрый вечер! Как настроение? Хорошо Знаете, я сейчас вас не буду ни о чем спрашивать, потому что вы у нас, будем говорить, первый открыватель Первый проходец, у вас номер один вот в этом списке Поэтому просто хочу вам пожелать успешного выступления И пускай ваш номер один в этом списке будет номер один в списке финальным Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Крики «Браво!» раздаются, но, к сожалению, не оттуда, откуда хотелось бы Юлии. Юля, а вы в Ивацевичах там где-то поете, да? Я вообще не из самих Ивацевичей, а из района, из деревни Бытень, Ивацевичского района. Да, я пела всегда с детства, со школы, в Доме культуры. Пела в студии эстрадной в Ивацевичах самих. А вы вот зачем сюда приехали, скажите? За опытом, во-первых, в первую очередь. Ну, чтобы показать себя, посмотреть на других ребят. Ну, можно сказать, это первое мое участие вот такое вообще в шоу. В эмоциональном плане ты вроде бы все, что касается лица, рук, все делаешь правильно. Но я бы тебе порекомендовала обратить внимание на свои верхушечки, потому что они все очень вялые. Я, конечно, не хочу оправдываться, извините. Ну, я просто болею. Все понятно, да. И я сама чувствую, что мне не хватает здоровья просто. Я думаю, что не только вы болеете. За вас, Юля, сейчас все Ивацевичи болеют. Однозначно совершенно. Из-за того, что я болею, я не смогла так и сделать все, что могу. Я просто чувствовала накал просто страсти в твоих песнях. Все-таки ты первооткрыватель. Ну, жаль, тяжело было. Ну, не знаю, вряд ли. Ну, знаю, просто Инна, она очень, ее как раз конек, это верхушки, но у нее более высокий голос. И для нее, конечно, мне кажется, первое всего вокал. Поэтому, так как я не справилась, я не знаю. Ну, что ты, держись, держись. Над образом Маргариты Николаевой не сильно придется колдовать стилистам и визажистам. Девушка уже выглядит как звезда. Вы экстравагантная, яркая, неординарная, может быть, из-за этого. Маргарита любит выделяться как внешностью, так и поведением, особенно на сцене. Я сейчас на 80% сумасшедшая, но если мне дадут возможность попасть в полуфинал, то я стану на 100% сумасшедшей. Да что ли, мне бы не было злости. Короче, вам это понравится. Здравствуйте. Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте. Вы выбрали ту песню, которую хотите сейчас исполнять. Лучше выбрали. Да, лучше. Мы не будем вас смущать, пожалуйста, пойте, ничего не бойтесь. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Признайтесь честно, сколько раз она при вас репетировала? Она? Ну да, она постоянно стояла репетировала, а потом уже когда всех собирали, она просто сидела и ждала. Красивая стрижка, очень, кстати, кто стриг. Спасибо. Красивые сказали. И сюда-то говорят. Это на первом косинке в Броновичах тоже так же сказали. Все, в принципе, достаточно неплохо. Просто нормально, хорошо, добротно, ничего, но это не уровень для нашего разговора о поющих городах. Вот для меня лично так. В этой песне нет большого диапазона, да? Сейчас про вас говорят, вы знаете? Да, нет, нет большого диапазона. А что, а с диапазоном есть что-нибудь такое? Пять нот. Слушайте, у грузинов даже про рыбалку песни такие красивые, да? Просто здорово. Спасибо. Спасибо. Любите Нино Катамадзе, да? Да, я очень люблю Нино Катамадзе. А почему не выбрали песню Нино Катамадзе на первую песню? Когда можно показать свой диапазон, какие-то ноты, чтобы не было все ровно вот так вот. Как он импродукционно? Но в этой песне нельзя вот так вот походить, знаешь? Да, спасибо. Тут же надо не походить. Тут же надо показать, чтобы вам истанцевали. Вы же хотите, чтобы вам истанцевали, и спели, а потом все вам не так. Я не понимаю. Маргарита, ну вот неплохо, все очень понятно. Сразу и быстренько. Хорошая девочка, рада брать. Хорошо, хорошая девочка. Все, спасибо. Спасибо. Будем думать. АПЛОДИСМЕНТЫ Олег Строк – руководитель танцевального коллектива. Однако эти способности он пока не будет раскрывать перед членами жюри. Я обещаю, что если вдруг пройду полуфинал, я обязательно подготовлю какой-нибудь хореографический этюд. Кроме танцев и вокала, Олег отлично рисует и украшает изделия из дерева городецкой росписью. Однако сегодня члены жюри смогут оценить лишь один из его талантов. Здравствуйте, меня зовут Олег, мне 23 года, я из города Пружан. Да, ну послушаем, что вы там спружаните, ладно? Зачем ты пришел, холодный ноябрь? Верни мне хотя бы вчерашнее солнце. Всего одну ночь. С тобой мое сердце. Мне нужно согреться. Мне нужно забыть. Быть, 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 быть. Не пугайся, не пугайся, детка, закатив мою большую клетку. Хочешь мне помочь только на одну ночь, ты притворись. Моей, не пугайся, не пугайся, детка, закатив мою большую клетку. Хочешь мне помочь только на одну ночь, ты притворись. Как-то, не знаю, честно, нет. И мне не нравится. Я... Спасибо очень. Видно, что человек не случайный на сцене, не просто шел-шел в магазин, посмотрел, а, кастинг. Как предыдущие участники, да. Сейчас пойду спою. То есть, ну, нормально. Андрей. Я не знаю. Вы так на меня смотрите, как будто вы со мной не согласны. Думаю, я в смысле, я не знаю. Ну, нормально, нормально. Ну, нормально, так. Нормально, нет, ну, нормально, слушайте. Нормально выступил? Нормально оценили, по-моему. Нормально, спасибо. Спасибо. Ну, рассказывай, как там было? Неплохо, волнительно. Впервые на таком проекте, вообще впервые на проекте, поэтому для меня это все новое. На самом деле, я знаю, что тебе переделывали прическу трижды. Жире ценят твою прическу? Я не знаю. Я просто привык, что вот так. И так вот, и поэтому. Ну, главное, чтобы девушкам нравилось. Наверное. Белорусские невесты из Иваново хотят не замуж, а на проект «Поющие города». Настя Сернова уже шесть лет учится в музыкальной школе. Играет на фоно, ударных и гитаре. Форэ берет так же хорошо, как высокие ноты. Настя выбрала для кастинг-шоу очень сложную песню. И уверена, что члены жюри положительно оценят ее смелость и вокал. Здравствуйте, Анастасия. Добрый день. Что будете петь? Что хотите показать? И вообще, зачем приехали? Я буду сегодня петь песню Си и Чендерлин. Я хочу показать свои способности, насколько я артистична. И гармонична. И симпатична. Самое главное, ничего не бойтесь. Спасибо. А будьте собой. Си и Чендерлин. Ну, нормальная, хорошая девочка. Си и Чендерлин. 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 Да? С удовольствием. Вокал интересный. Потому что вокал... Вокал интересный. Интересный. Я поближе стою к участнице и скажу, здесь не только вокал интересный. Много всяких... Ну, зажги-ка. Находом. Это мы сами видим. Зажги. Чтоб мы поверили. Она же уже зажгла. Ну, вокально. Пока. Пока вокально. И так она вот так делала. Красиво. И вот так делала. Молодец. Она уже делала. Она уже делала. Это уже мало важно. Она уже делала. Понимаете? Не просто делала. Это уже плюс. Она тоже сделала теперь на русском языке. Знаешь что? Да. Вот очень хорошая верхняя нота, это как называется? Микс, да? Фальцер. Тогда очень высоко. Ну, женский такой фальцер, да? А, да, да. Вот они точненькие-точненькие. А вот которые там на квинточку пониже, видно, ты с ними меньше работала. А больше внимания обращаешь на вот эти вот самые верхние, да? То есть эти верхние супер. А вот остальное немножко такое... Есть о чем подумать, кстати. Ну, это волнение чуть перебило. Ну, понятно. Ну, давайте послушаем еще. Сейчас выпрямимся. Только улыбайся, улыбайся, невесомости поверь. И отдайся, улыбайся, улыбайся, улыбайся. Спасибо. Ну, я должна сказать, что Настя спела песню на русском языке точно так же, как и на английском. Я первый раз в этой песне заметил и обратил внимание на глагол «отдайся». Мне кажется, что очень логично, да, отсюда он прозвучал. Так что мне лично понравилось. А кому нас в зрительном зале понравилось исполнение песни? Вы артистов-то для кого отбираете? Для людей, людям наша участница из Иваново, Анастасия Сернова, нравится. Товарищ продюсер, что еще? И нам тоже понравилось. Спасибо, Анастасия. Спасибо. Сейчас время рекламы, после которой, я подчеркиваю, не во время, а после которой нас ждет все самое интересное. Поэтому не переключайтесь. Уверена, что вы все же переключались во время рекламы. Спасибо, что после двух кругов переключения вы все-таки вернулись на любимый телеканал СТВ. Тем временем участники кастинга от Брестской области ждут своего выхода на сцену. У всех есть возможность наблюдать за выступлением земляков, болеть и, конечно, учитывать ошибки. Но не всех это спасает от провала. К сожалению, все очень грустно. Они жесткие, но они судят правильно, я считаю. Вы вышли спели, я не почувствовал, что вы хотели сказать. Если честно, я вот слегка просто в таком недоумении. А некоторые участники вообще не поняли, куда они пришли. В вокальном конкурсе вдруг появились танцоры. Я не считаю, что это вообще был какой-то номер. У вас есть образование хореографическое? Конечно, было неприятно услышать, потому что я могу опровергнуть ее мнение о том, что люди без хореографического образования как будто не умеют танцевать. Мнение творческой группы и жюри не всегда совпадало с реакцией зрительного зала. Истеричная история, прям все... Засыпай! Никто не уснул, так что это уже хорошо. В какой-то момент члены жюри стали откровенно засыпать и терять интерес к кастингу. Глаза были все время закрыты. Не то, не сё. Это не уровень для нашего разговора о поющих городах. Привет, Андрей! Я просто уважительно отношусь и к возрасту, и к желанию. Мне кажется, это не тот формат. АПЛОДИСМЕНТЫ Не прет, знаете, вот... Танцуй индийская диска. Юля, вы, наверное, где-то в караоке нашли фонограмму, да? Они спросили в мелодии из караоке, что это не профессиональная фонограмма. Олеся Лапина не первый раз пробует свои силы, точнее силу голоса в проекте «Поющие города». Я готова показать себя с лучшей стороны, и поэтому я должна быть в проекте. Весёлая и яркая, готовая к новым открытиям и экспериментам. Гибкая и погладистая. Олеся – отличный творческий материал для профессионалов проекта «Поющие города». Здравствуйте. Здравствуйте, Олеся. Как настроение? Отлично. А чё приехало? Ну, хочу, чтобы вы меня послушали. Ну, а чё петь будешь? Уитни Хьюстон. Уитни Хьюстон? Собирались, слушаем. Уитни Хьюстон. Мне кажется, достаточно сложную песню она выбрала, такие высокие нутри. Она профессионал, поэтому нечего бояться за нее, она со всем справится на самом деле. Продолжение следует... Боже, мне показалось, или я увидел на лице Эдуарда Ханка слезы, радости и восторга. Да нет, слез у меня никаких не было. Наоборот, немножко я разочарован, потому что одно дело, когда мы выбираем исполнителя на конкурсе, чтобы занял он какое-то место призовое, мы его можем подтягивать и так далее. А когда «Поющие города» — это, в общем, другой немножко конкурс. Немножко много было истерики, понимаете, особенно верха. Лично мне это не нравится. Слушайте, на Уитне Хьюстона и в городе Барановичи ни разу не бывало. Вы же тоже не забываете. Это ее проблемы. Я согласен с Эдуардом Семеновичем в той мысли, что бывает, многие девочки хорошо поют Хьюстон, Кэрри, да, они просто снимают хиты, снимают манеру. Потом вот эта девочка может спеть какую-то неизвестную песню, где не придумана манера, где нужно придумать самому, да. И все это просто теряется вот моментально. Человека как будто и не было. Я просто должна сказать, что манеру как раз-таки она не сняла. А вот вы акапельно можете кто-нибудь на русском языке? Акапельно или у вас вторая песня может быть на русском языке? Куплетик, буквально. Да, могу, конечно. Только вы самостоятельно от себя. Да, да. Хорошо. Мир без любимого, солнце без тепла, птица без крыла, край без любимого, горы без вершин, песня без души. Спасибо. Вот это было гораздо органично. И еще в качестве бонуса вы получаете не только представительницу города Барановича, но еще и девушку, которая как две капли воды похожа на Мэраю Кэрри, по-моему. И это тоже здорово. Это Мэрая Кэрри, на нее похожа. О! Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. У девчонок у обеих номера. То есть, ну, это была не такая какая-то обычная группа поддержки. Девчонки, на самом деле, конкурентки. Но если придется выбирать между вами, кто-то уступит? Да. Да? Да, да. Абсолютно. А, вы уже решили, кто из вас уступит? Да, я уступлю. А, на самом деле. Продюсеры, обратите на меня внимание. Зажигательная цыганочка или отвязный хипстер. Все это Людмила Рудая. Бокал – это важно, но харизма и то, что у меня есть, это тоже очень важно. Людмила исполнит хит «Моя бабушка курит трубку», после чего нервно курить отправятся многие состоявшиеся артисты. Добрый день, шановные! Широ витаю вас! Здравствуйте! Здравствуйте! Людмила Рудая Ивацевичи, Беларусь! 59 лет. Ну вот! Уважительный возраст. Ну как настроение у вас? Прекрасное. Будем зажигать. Поехали! Бабушка курит трубку, Черный-причерный табак. Бабушка курит трубку, Суровый моряский затяк. Бабушка курит трубку и обожает огненный ром. А потом выберет свою гитару и пьет этот ром тайком. У нее ничего не осталось, У нее в кашельке три рубля. Да эта бабушка курит трубку, Трубку курит эта бабушка. КАРОЛЬ tareпка на дизайн cerner continues. У нее в к ваших ф É O N N N N N V VEMO. УD O N N N N N N N V VEEMO. Спасибо вам. При всем при том, что понятно, что конкурс, но вы знаете, мне кажется, что ваша семья, ваши родные, ваши друзья, ваша компания, вы душа этой компании. Потому что, ну не знаю, это все равно дорогого стоит в плане того, что вот так собраться, прийти, выступить, подарить какое-то настроение. Как вы хотели зажечь, вы зажгли. Но надо сказать, что участница не только исполнила песню, она еще и творчески ее переделала. Я вот видел, что там из разных куплетов разные строчки были вставлены. Самые любимые слова. Людмила, вы мастер эпатажа. Да, мы с Инной как-то в Ивацевичах взяли, зажигали, танцевали, помните? Ух ты, у Инны тоже была трубка на шее. А что вы, Инна, молчите, как-то скрываете. Я рада, что вы помните. Жалко только, что вы не закурили трубку. Да, могу еще что-нибудь. Секс-бомб. Возможно, в полуфинале мы и увидим обещанную секс-бомб. Уважаемые жюри, вам принимать решение. Спасибо. Спасибо. Спасибо, жюри, спасибо вам. Вы не спели на сцене секс-бомб, но можете для нас спеть секс-бомб сейчас. Секс-бом, секс-бомб. В коммуналке, в Семирон. Тут спят дети, тут цедо, я в кресле дед пахом. А мы вдвоем. Мы вас очень ждем в полуфинале. Анна Шамрила из Лунинца может затянуть песню и растянуть баян. Учится в университете культуры и искусств, обожает эстрадный вокал. Жгучая брюнетка с красными губами Анна Шамрила. Чем сразить членов жюри? Темпераментом или тембром голоса? А может быть и вовсе останется незамеченной? Узнаем через несколько минут. Здравствуйте. Здравствуйте, Аня. Здравствуйте. Сегодня у нас невероятное количество Анн. Наверное, самый большой кастинг будет среди Анн. Успехов вам. Спасибо большое. Слушаем. Я уже как Мире и Матье. Я уже как Мире и Матье. Я уже как Мире и Матье. Продолжение следует... 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 Вопрос с подвохом имеется в виду из присутствующих на сцене сейчас. У вашего коллектива есть какой-то вот... У нашего коллектива единственный наш кумир — это наш руководитель. Человек, к которому мы стремимся и которого мы действительно любим. А коллектив, к которому вы стремитесь, может быть, какой-то западный или там... Я думаю, не нужно повторять то, что уже делали другие. Нужно создавать что-то свое. Своё оригинальное, да? Да. Поэтому мы стараемся что-то свое делать. Вы никому не подражаете? Вы хотите услышать ответ «Виагра»? Давайте я вам скажу. «Виагра». Вам поможет, Антон. Мне поможет, всем поможет. Девчонкам, я думаю, тоже... Я хотел просто заметить, что вы вот пели эту известную всем песню, но у вас разложение голосов такое... Вот чувствуется, что фольклор какой-то, да, присутствует? Какие-то терции вот эти вот... Ну, они сделали свою интерпретацию. Мы думаем оригинальную сделали, да. Я прям ожидал, думаю, вот, наконец, вышли девчонки, сейчас радуга зажгут, и вдруг вот эти маски такие... Да, а реально захотелось, захотелось не обернуться, а заплакать. Я хотел обернуться, но у меня стул не позволил. Нет, ну правда. Очень грустно это такое было. Так вы просто песню до конца не дослушали, они там в конце раздеваются, и там уже весело все будет. Это уже второй этап. Группа «Талисман», город Пинск. Спасибо. Наверное, нет идеала, все чему-то учатся, и, наверное, мы к этому тоже стремимся когда-нибудь, мы научимся нравиться всем. А нужно нравиться всем? Ну, всем не нужно. Всем не нужно. Всем не угодишь, да. Да, но чтобы... Вы сами получили удовольствие? Да. Да, получили. Александр Амельянович учится на токаре-монтажниках, помогает маме по хозяйству. Семья держит кур, свиней, корову. В оставшееся время, которого остается не так много, Саша сочиняет рэп. На поющие города Александр Амельянович попал, как водится, за компанию. Пришел поддержать подругу, в итоге сам попал на кастинг-шоу. Подруга предложила. Ну, я согласился, чтобы не обижать все. Ну, и в итоге я пошел, а она не пошла. Саша исполнит песню в стиле рэп, которую посвятил любимой девушке. Здравствуйте. Меня зовут Амельянович Александр, я из города Гансович. Сейчас буду вам читать рэп, авторский. Александр, очень приятно. Мне тоже. Скажите нам всем, сколько вы читаете рэп? Ну, читаю только первый год, но пишу уже три года. А до этого кто читал? До этого просто писал. Трек будет называться «Кажется, любовь посетила сердце», то, что я написал. Вот. для своей девушки бывшей, но до сих пор любимой. Очень приятно. Сижу, пью чаю окна, тихо на луну смотрю. Думаю, трудно ей, она одна. Негромко мотивчик напеваю, о чем, да и сам не знаю. Кажется, любовь посетила мое сердце. Кажется, любовь посетила мое сердце. Кажется, люблю, и вроде бы потерять боюсь. Я за свой кусок счастья борюсь. Бьюсь, да какая разница? Главное, что не сдаюсь. Пусть на лице грусть, потому что я боюсь, потерять боюсь. Я как проклятый любовью мчусь. Со своей мечтой, кажется, края нет. Кажется, силы нет. Буду виться за любовь, пока не погаснет в глазах белый свет. Прости, я не поэт. Может быть, в моих треках сердца нет, а в груди оно тянет тебя, как магнит. А если ты уйдешь, то я буду подавлен, Буду я разбит, буду долго я тебя любить. Буду я тебе звонить, пока не разорвется Отношение наше тонкая нить. Потом возьму я ручку и листочек. Вначале поставлю пару точек И напишу пару строчек в моем гелочек. Кажется, любовь посетила мое сердце. Кажется, люблю, и вроде бы потерять боюсь. Я за свой кусок счастья борюсь. Бьюсь, да какая разница? Главное, что не сдаюсь. Пусть на лице грусть, Потому что я боюсь потерять боюсь. Кажется, любовь посетила мое сердце. Кажется, люблю, и вроде бы потерять боюсь. Я за свой кусок счастья борюсь. Бьюсь, да какая разница? Главное, что не сдаюсь. Больше мне кажется не сдаюсь. Спасибо. Саша, ну вы молодец. Вот настолько я поверил в искренность ваших чувств. Кажется, мы поверили. Да, девушка ваша, я думаю, тоже вас услышит. Но хочу заметить, что для того, чтобы вещать с большой сцены о своих чувствах, вам все-таки еще нужно над собой очень серьезно поработать. Потому что, к примеру, рэп... Я просто прошу прощения, не могу это слушать. Молодой человек выглядит просто идеально. Пиджак, кроссовки. Вот. И мысль такая, что когда люди читают рэп, как минимум должна быть супердикция. Потому что в рэпе все завязано на словах. Вот. Тут есть вопрос, нужно вот с этим заняться. Ну я могу еще как-то, не знаю, доказать вам второй песни своей тоже. Давайте использовать глагол не доказать, а добить вас. Я могу вас добить. Попробую. Можно? Нет, Саша, я думаю, я не знаю, как коллеги... Они не отойдут от этого. Подожди, давай им дадим шанс. Я думаю, что в принципе все и так понятно. Все понятно вам, да? Да, конечно, да. У нас нет вопросов. Я вас поздравляю. Спасибо огромное. Спасибо, Саша. Спасибо. Волнение было небольшое. Ну а так, в основном, все хорошо. Довольно. Вместо короткой юбки, народные костюмы, цветы в волосах. Вместо попсы, песни, которые исполняли еще на... Наши бабушки. Народное пение сейчас как бы не очень популярное. Но я думаю, что через много лет это будет даже очень классно. Анна Макоед не считает, что идет не в ногу со временем. Она уверена, что идет на шаг впереди. Ого. Ого. Товарищ. Это да. Здравствуйте, Аня. Здравствуйте. Будете петь, наверное, белорусскую песню? Или нет? Нет. Русскую. Или просто хотели показать, что вы белорусская? Да, хотела бы. Отлично. Мы вам желаем удачи. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Девушки отдыхают 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 Как твоё выступление? Ну честно сказать Как-то волнение Ну тяжело было Выступать на самом деле Учись у своего тёзки Он не чувствует вообще Волнения никогда Он чувствует себя богом Тебе нужно тоже Как-то начинать К этому привыкать Всем привет Меня зовут Литвин Ирина Это мой папа Это мои подруги И я очень рада Что я нахожусь в этом проекте Ирина Литвин из Бреста Радует не только Позитивом и энергией Девять лет Поёт, танцует Занимается спортом Попробовала свои силы В модельном бизнесе Ирина обладательница Многих завидных параметров Но главная мечта Выступать на большой сцене Готова пахать целыми днями И удивлять зрителей Здравствуйте 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 Представьтесь Представьтесь Меня зовут Литвин Ирина Я из Бреста И мне 16 лет Замечательная Актриса Раз ты моя землячка Значит, она не подведёшь Да? Не подкачай Естественно Ну что Поехали 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 Но он все равно не знает. Они дадут в сердце. В целом слезе появляется. Он правильно, все равно. Я не могу продолжать. Ты можешь продолжать. Если ты скажешь, я не знаю. Ты не знаешь, как. Она просто разговаривает. Она девять лет на сцене. Да, она поет. Я не могу продолжать. Я не могу продолжать. Я не могу продолжать. Ты можешь продолжать. Молодец. Молодец. вопросов нет вы не могли бы как профессиональные артисты вот под слова молодец просто открывать рот а мы открываем да начать здесь говорить зачем заниматься говорится словоблудием замечательно ира молодец спасибо большое спасибо сказать что вот вышел человек да и вот такого человека называют человек праздник да и всем сразу стало весело здорово и приятно находиться здесь и вот это все наблюдать настолько все гармонично песня мне незнакомая но она мне очень понравилось все удачно вам удачи успехов право спасибо большое спасибо спасибо молодец молодец тихо 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 расскажи пожалуйста почему на такой выбор песни она очень энергичная очень драйвовая и как я у вас есть несколько минут выпить чая или кофе если вы телезритель или настой валерьяны если вы участник шоу поющие города 3 реклама пролетит незаметно мы вернулись шоу поющие города третий сезон на телеканале оставая родители владислава якимюк самого детства побеспокоились о том чтобы их дочь стала звездой ведь польское имя владислава расшифровывается как владеющая славой однако совладать собой на сцене владиславе не так то просто каждое на выступление это душевный стресс для меня владислава якимюк все свободное время занимается музыкой поет в эстрадной студии лик пожелаем владиславе овладеть симпатией членов жюри и пройти в полуфинал проекта поющие города вышло первый шаг сделан так добрый день здрасте меня зовут якимюк владислава и я спою песню адель скайфу все вопросы нет мы слышим а 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Заработало Но хотелось еще дальше слушать У меня нет вообще вопросов, все супер Мужчины влюбились, по-моему, Инна, только на вас, Надежда Я хочу сказать, что у вас все хорошо И костюм, и прическа, и улыбаетесь вы, и поете Так что, тем более, продюсеру все понравилось Я думаю, что... Вопросы на ДимаTorzok Вот так это происходит Вот так происходит, да Мы вас поздравляем, спасибо А я вот, подождите, а я категорически не согласен с мнением моих коллег Вот он Очень понравилось Спасибо большое Поздравляем, поздравляем, поздравляем Спасибо большое Спасибо Эмоции прям переполняют, потому что всем понравилось Это очень важно для меня Тем более оценили и сценический вид, и голос Юра Харевич всегда на чеку и уверен, что не проспит удачу От проекта я жду позитива, положительных эмоций, моря улыбок и радости Юра в музыке не новичок, он фронтмен группы Whisky Way, у которой немало поклонников в Минске Рок-певец вырос на музыке Фредди Меркури и до сих пор равняется на его творчество Юра может громко о себе заявить и верит, что на проекте «Поющие города» его примут таким, какой он есть «Поющие города» «Лонли бракетно» Здравствуйте Здравствуй, Юрий Как настрой? Супер Супер? Давай, чтобы у нас такой же был Да, такой же Пупер Попробуем, давайте Давай, постарайся, что пробует Попробуем, давайте 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 Белый, белый снегом заметает, заметает По словам, по слову я тебя запоминаю Белый, белый снегом заметает, заметает По словам, по слову я тебя запоминаю Знаешь, даже если ты зовёт снег, я забею Огромное спасибо Итак, кастинг проекта «Поющие города 3» по Брестской области подошёл к концу Абсолютно все наши конкурсанты прямо сейчас находятся за сценой И им, и телезрителям канала СТВ было бы очень любопытно услышать несколько слов и комментариев от нашего уважаемого жюри Андрей Карака Спасибо Ну, долго и много говорить не буду, потому что на самом деле конкурсантов было много, выбирать было сложно, интрига затянулась, поэтому я скажу от себя, что я доволен участниками Бреста и Брестской области Спасибо им большое за участие Двигайтесь вперёд Спасибо Эдуард Ханок Я здесь нахожусь для того, чтобы искать людей, которые мне интересны, которых можно давать в Москву, чтобы они, в общем, где-то выступали и так далее Был кто-то, кто хотя бы приблизился вот к тому, чтобы вам показалось, что его можно вот отправить туда? Честно говоря, пока нет Пока Ну, спасибо за честность Концерт я пока ещё не вижу Певица Инна Афанасьева Я всем, всем желаю огромных успехов Никогда не бросайте то, что вы любите больше всего, то, что вам приносит удовольствие Какие бы конкурсы вы не проваливали, самый главный конкурс в своей жизни вы уже выиграли Вы умеете петь, вы умеете дарить радость людям, и это самое главное Спасибо огромное И остальным участникам удачи Спасибо Продюсер Святослав Позняк Первым делом хотел поблагодарить замечательную публику, они очень активно участвовали Спасибо вам большое Огромное спасибо всем конкурсантам Понимаете, нам сложно Столько красивых было сегодня детей и столько прекрасных исполнителей И поэтому, пускай никто не огорчается, пускай это будет, правильно все тут говорят, уроком жизни и путёвкой в дальнейшую жизнь И как бы пафосно это не показалось, то я хочу сказать, что самое главное, что сегодня здесь, вот в этом великолепном зале состоялся большой праздник искусства, творчества, музыки И это замечательно Поэтому занимайтесь музыкой, творчеством, это то, что сегодня всем необходимо Спасибо А теперь самый интригующий момент Мы ждём имена полуфиналистов проекта «Поющие города 3» Итак, мы тоже очень волнуемся, так же как и конкурсанты Первый человек, который попал в мою команду от Брестской области Безоговорочным, полным согласием всех членов жюри Стал конкурсант из города Иваново Сернова Анастасия Вторым полуфиналистом стал конкурсант под номером 2 из 6 Из города Пинска Владислава Акимю Вот по поводу третьего конкурсанта шли некоторые тут споры у нас с творческой группой И творческая группа очень серьёзно постояла этого человека И мы в конце концов все согласились Это конкурсант из города Бреста Семенюк Андрей Следующим полуфиналистом стал конкурсант тоже из города Бреста Юрий Харевич Номером пятым в нашем списке Обозначен конкурсант Опять же из города Бреста Безоговорочно все члены жюри И все члены творческой группы Выделили этого человека Я его назвал человек-праздник Это Литвин Ирина Ну и Последним конкурсантом Полуфиналистом Стал парень Который проник в наши сердца своей историей И может быть Ну какой-то своей личной ситуацией Своим попыткой как-то Показать себя, проявить В общем не будем тянуть резину Это конкурсант из Ганцевич Александр Амельянович Дорогие друзья Я вас во-первых поздравляю Это очень серьезная победа для каждого из вас В таком великолепном шоу Сейчас стоять вот на этой сцене Рядом с ведущими В качестве победителей Мы возлагаем на вас И я лично Очень серьезные надежды На то, что вы Как следует Будете Работать Прислушиваться к нашим пожеланиям И ждем от вас Плодотворного сотрудничества Спасибо Спасибо Ну что ж Запомните этих людей Возможно кто-то из них Станет победителем Шоу Поющие города 3 Будущее покажет У каждой области У каждого города Есть шанс Занять Это завидное место Совсем скоро Мы увидимся Вновь На кастинге Витебской области В народном шоу Поющие города Это третий сезон